Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем прохождение игры под названием Loan Echo. Напоминаю, что мы выступаем в роли андроида, который работает, насколько я понял, на какую-то добывающую компанию на этой космической станции под руководством капитана Оливии. Что-то наша компания добывает на орбите Сатурна, и внезапно выползла, появилась какая-то аномалия неизвестная, которая нам здесь сломала система на нашей станции. И теперь нам с этой неполадкой нужно как раз-то разобраться, что было в предыдущих сериях, для тех, кто не смотрел и не в курсе вообще, что происходит. Так, а сама Оливия где у нас? Давайте проведаем ее. Основная задача у меня где-то там. Вот еще один андроид, это наш механик, познакомьте. Смотрите, какой красавец. Работает отлично, так, тихо-тихо-тихо, не так близко. Мы не так близки, дружище. Так, а сама Оливия куда-то уползла, улетела. А, вон она. Да, вот как раз-то мне с ней нужно работать непосредственно. Так, давайте посмотрим, что у нас еще помимо основной задачи. Что-то с кубом реактивировать. А, сканировать нужно все, видимо, что попадется. Так, ну ладно, давайте сначала выполним, наверное, майнквест. По основной задаче пойдем. Так, а здесь рука, кстати. Практически как из Metal Gear. С тобой все нормально? Что-то она смотрит, всматривается в эту руку. И сверяет данные, видимо, с планшета. Так, я готов. Ты готова уже, видимо, наше умение. Продолжение следует... Блин, пропустила самое интересное, похоже, она в лоб этим контейнером получила. Его можно просканировать, здесь все, если что, можно просканировать и дать какие-то комментарии, при этом спровоцировать диалог. Простите, проверка сердечного ритма. Так, ну что ж. Нужно компьютер открыть. Ну, ё-моё. Восстановить подачу в кислородный сад. И что-то еще сделать. Кислородный сад. Сама меня боднула и еще уфает. Да, вот такие у нас непростые отношения. То сердечный ритм проверю, то она меня поднет головой. Так, короче, сказала, следуй за мной. Будем чекать, что там с подачей кислорода. С вот этой системой. И, конечно, аксесс-панелы встали. Джек, я думаю, что ты должен перестать через. Я требую калибровать мою реактивную кислородку сначала. Опять что-то калибровать нужно. Так, ну погнали. Калибровка за калибровкой. На протяжении всей игры, похоже, мы будем отдельные модули какие-то калибровать. Каттер — это, видимо, резак. Так, из-за того, что мы... Из-за того, что система отключена, нам придется использовать резак, чтобы пробраться туда. На тачпаде. Нажимаем. Есть. Немножко сварщиком поработаем. Так, пора делать отверстие. Предположим. Ага, все понял, как это работает. Вот это визуальные эффекты. Так, ну теперь, соответственно, дверь мы свободно можем открывать. Отлично, с этим справились, смотрите, какое-то пространство. Даже частички по физике двигаются, летают. Так, выход из модуля. Окей, у нас есть сканер, у нас есть резак. По всей видимости, на протяжении всего прохождения мы будем получать все различные модули. Так, это еще не все. Калибровка не закончена. Блин, мой планшет остался висеть. Я, пожалуй, его закрою. Так, чего? Я опять все пропустил. Я сдвинуться не могу, кстати. Видимо, что-то надо сделать. Ага, визор на шлеме с левой части. Ну, понял, пальчик нужно вытянуть. Так, замечательно. У нас есть еще и визор, также дополнительно, поднимая резака. Еще один инструмент. И как нам визор этот поможет? Видимо, я буду как-то в темноте увидеть. Что-то уйти по ПНВ. А, понял, как это работает. Я сначала убираю свой интерфейс. И затем включаю просто фонарик. Я думал, у меня какое-то невероятное зрение будет. Хорошо. Я перейду к новой координации в следующей комнате. Знай мне и вытянь твою лампу на мою локацию. Так, ну, короче, играем в прятки. С использованием этого фонарика. Ну, вообще просто. Нужно лишь ускориться. Кто-то бухает, а кто-то колется, как говорится. Это Бродский. Так, вот он. Все, говорит, выключай фонарик. И калибровка закончена. Слава богу. Так, все, резак есть. Так, резак вот здесь на запястье. Есть. А что здесь вырезать? Не знаю, давайте... Что-нибудь найдем. А, вот. Да, панель. Оказывается, рычаг. Я думал, мы дверь выпиливать будем. Оказывается, всего лишь ручка нужна была. Рычаг вот этот. Для того, чтобы открыть цивильную дверь. Я первый, я первый. Так, ну теперь очевидно фонарик врубаем. Я уже... Извини, что свечу тебе в глаза. Прошу прощения. Я уже все сделал. Так, ну вот этот куб, который мне нужен был. Его тоже нужно просканировать. Сейчас, давайте этим сначала займемся. Есть. Есть же? Может, делаем. В общем, нужны все кубы, которые найдем, просканировать. Это новый или это тот старый? Так, ладно, давайте займемся основной задачей. Так, ну вот я что-то вижу. Но надо не решаться. Видимо, боится темноты. Ну ладно. Я как джентльмен. Сам здесь разберусь. Главная панель. Оливия, я расположил панель. Перфектно. Держи свет на него за минуту, пока я отниму ковер. Я хочу, чтобы выключить лампу на панель, чтобы я могу обеспечить гриб, Jack. Как батя вас попросил посвятить, здесь такая же ситуация. Я подержу. Так, что-то найти, он сказал. Тебе нужна помощь? Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Ты же человек. Я дистрицарь. Я дистрицарь. Я могу сделать список, как я могу убить тебя в тюрьму. Я не могу убить тебя в моем лагере. Это звучит… … 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 фонарь кстати не выключается ладно все у нее здесь есть освещение короче что нужно еще короче какой-то панель что сделать вот этой панели по всей блин смотрите какая красота да конечно там вдалеке текстура не самого высокого разрешения но и настройки не максимально хотя комфортно я себя чувствую можно и повысить настройки на игра и так симпатичный выглядит несмотря на то что она довольно старая разрешение на резак подрежь говорит мол ты просто аккуратненько электроник интерфейс он не то есть так я опять послушал пока смотрел как работает система пока не очень понимаю как будто я подаю энергию на третьих щитка так он давайте сначала сгоняем сюда посмотрим что мы как я думаю разберемся попутно на трансформер can form a complete circuit the coils have been damaged энергию кстати на максимум насколько я понимаю неисправность была обнаружена так предположим вы сидел она что трансформатор какой-то и что я должен здесь сделать сложнейшая головоломка но я справлюсь так на всякий случай оставлю так ничего трогать не буду потому что основная задача уже пропал так ладно видимо не последовательно нужно решать определенные задачи так что можно было начать и 100 их насмелись предположить хорошо теперь подаем сюда прям смотрим что здесь тут тоже резаком придется воспользоваться я вижу болты опять он не как-то болтов из cover to можно было и не говорится а не то и честно лапуза в атмосферик exchange так и здесь еще одна головоломка баланс кислородный баланс людям просто нужен определенный уровень да я там это будет довольно легко он и и и и и и и и и Плюс еще здесь постоянно какие-то шубки, интересные диалоги, но, к сожалению, половину я пропускаю, из-за того, что некоторые слова на слух просто не могу разобрать. Так, а что мы сейчас запитали-то, собственно? Ну, видимо, куда-то туда, в дальнюю кишку. Потому что я отметки не вижу, а какого-то радара, миникарты, насколько я понимаю, у нас нет. Здесь огромное количество всякого мраха, да, но вот сюда. Так, регенерация кислорода. Нужно проверить давление или что-то вроде этого. Какие нам понадобятся? Снова резак. Здесь надо, наверное, поаккуратнее. Мне очень понятно, до пунктирной линии я должен сделать. Или до желтой. Наверное, до желтой. В общем, так сойдет. Так, еще можно вот сюда в кишку пролезть. Мы будем сюда уходить потом. Надеюсь, ничего не разобью. Так, ну, по идее... Я не слышал, что она сказала нам, но по идее мы с этим закончили. Я думаю, можно к ней вернуться. Сейчас мы чекнем задачи. Так, ну, здесь просто выставление энергии. Это основная наша задача. Все, здесь я повернуть больше никуда не могу. Да, вот как раз-то он сам и говорит, что мы уже завершили ремонт. Так, ладно, в таком случае... А, вот, нужно к этой панельке прилететь. Панель доступа. Так, и что мне с ней нужно делать? По-моему, он что-то про свою маму сказал. Продолжение следует... Так, ну, давайте по порядку. Я не знаю, раз, что ближе, что дальше. Да, могу ли мы за ней схватиться просто? Да, смотрите, как на дельфине. За ноги, за ноги, хватай. Мы всегда мечтаем. Как говорится, эта дрожь ощутила с головы до ног. Так, ээээ... Что нужно делать? Я не уверен, что я это должен делать. Джек, это не... Ах, теперь ты сделал это. Нет. Упс. Это был хороший фьюз, Джек. Открывайся. Понял. Нужно перегоревшую, видимо, искать. Извините. Так, вот, нерабочую. Я как маленький, маленький ребенок себе веду. Собтыкую... Вынимаю и так далее. Так, давай, давай, давай. Эй! Что, мне теперь нужно это все обратно засунуть? По всей видимости, я зря этим дерьмом занимался. Так, ладно. Нужно пребраться за собой. Так, еще два средних, три средних и один большой. Где-то они здесь по всей станции раскиданы, похоже. О, шлем. Такой же, как у нее, по-моему, нет? Или это и есть ее шлем? Могу примерить. И понюхать запах, пока она не видит. Жалко, конечно, я ее в скафандр не нашел. Так, ладно, давайте просто закинем туда, покидаем. Я надеюсь, обратно не пролетит. Блин, сейчас пролистит. К сожалению, не так все просто, как на земле. Так, а тут вроде сюда, вниз. Хотя, не знаю, может быть, с этими одинаковый размер. А то это почти как ящики, так сказать, в мафии. Так, дружище нормально работает. Похоже, это вот этих вот ребят шлем. Возможно, у меня такой же. Пропусти! А, ладно, так садим. Вы же тоже видели, что контейнер куда-то сюда приземлился? Я надеюсь, он... А, вот он. От респавницы, хотел сказать, я. Ладно, так тоже неплохо. И где-то последнее еще вот так вот стандартных размеров. Там еще огромное количество каких-то панелей, и мы все это можем изучить. И обо всем, возможно, поговорить. Но это затянется, скорее всего. Боли бы субтитры. Только еще один раз. Карго встанавливается. Давайте закрепим систему, чтобы это не случилось снова. Я закреплю в локдэн-лабер. Что я должен быть работой на сейчас? Локдэн, приглашен. Спасибо, Джек. Мне уже более хорошо. Давайте продолжим, давайте. Это просто оставит температуру в спайке и корр-контейнменте. Следуй мне, Джек. Так, ну что ж, осталась у нас последняя задача. Я уже забыл, что там в списке еще было. С хранилищем мы закончили, с грузовым отсеком. Это он и был. А теперь, видимо, сюда. Так, она сказала, с обратной стороны меня встретит. Или что, вроде того, да. С противоположным. Так, по всей видимости, сначала мы должны закрыть отсек. И теперь мы получим доступ. Так, калибровка радиационных щитов. Так, ну ладно, погнали. Я уж не могу представить даже, каким образом будет выглядеть где-то калибровка. Так, говорит, что радиация может мне навредить. И поэтому приходится использовать щиты. Что? Можно повторить? А, сканер. Вот здесь вот шкала. Так, ну допустим. Беру сканер. Просканировали источник радиации. Видимо, здесь индикатор уровня радиации. Щит защитит нас на короткое время. Собственно, вот здесь вот и шкала у нас есть. Все, да. Надо подальше держаться от источника и поскорее, соответственно, пробраться. Вот такие вот станции зарядки, они могут восстановить щит. Все, джобовка нарушена. Так, все, радиация уже есть. Ну, хотя она незначительная, я вроде небольшой, но он получил. Так, и что я должен делать, собственно? А, он сказал источник радиации, по-моему, найти. Да, и здесь есть система восстановления, я сразу гляну. Так, окей, в таком случае достаем сканер, ищем источник радиации. Можно где-то здесь. 10. Сразу же нашел. А, хотя нет, здесь 19, 14. Здесь все плохо. Вот здесь вот 37, кстати. 38. 16. Здесь, ну, похоже, мне туда, где 38. Или вон туда. А, здесь еще что-нибудь есть, но здесь 10. Слабый фон. Да, ну, похоже, мне сюда. Даже метка появилась. Да, нормально, нормально, все под контролем. И что? Что мне нужно сделать? Так, сканер, давайте уберем. А, ядро. Так и написано. Так, нужно просканировать каждое ядро на наличие дефектов, видим. Так, чего? 6-1-0-2, по-моему. 6-1-0-2. 6-1-0-2. То есть мы, по идее, ее разблокировали, а теперь мы эту капсулу... Да. Закидываем сюда, насколько я понимаю. Да с щитами все нормально. Ну, ладно, всякий случай. Она так боится за меня. Чтобы она не нервничала чисто. Да, боже мой, смотрите, я какой-то коррозии начинаю покрываться. Это неприятно. И при этом, восстанавливая щиты, я не обращаю этот процесс. Я по-прежнему теперь такой. Дефектный. Ну, я надеюсь, она любит меня таким, какой я есть. Так, здесь ручка. По-прежнему есть серьезный уровень радиации, высокий, повышенный. И, видимо, следующее ядро нужно щекнуть. Продолжать. Так, ну здесь все чисто. Могу я как-то это говно вернуть назад? Да, нормально, нормально. Или нет? Ладно, вот здесь вот тоже был повышенный уровень. По-моему. А, нет, здесь я ничего сделать не могу. Видимо, мне сначала с той капсулой нужно разобраться. Я просто отметил. Сейчас давайте здесь отдохнем немного. И попробуем выяснить, что делать дальше. Так, ну на самом деле, не знаю, зачем я обращаю внимание на радиацию, потому что нужно было обращать именно на информацию о прочности. Так, я не запомнил код, к сожалению, который она сказала. Я надеюсь, она повторится сейчас. Быстренькую перезарядку совершим. Сейчас попробую переспросить. Боже мой, смотрите, какой я уже заржавевший. Так, ну и теперь ползем, вытаскиваем. Я надеюсь, это последний источник. Блин, действительно... Здесь классный уровень интерактива. Занимаешься вот такой вот рутиной, но все равно интересно. И это способствует погружению. Так, ну что ж, уровень радиации стабилизирован. А здесь мы закончили. Полагаю, можно выбираться. Перезагрузить новую систему. Да, и теперь я чистенький. Я просто новую оболочку получил. Но на самом деле я и так был неплох. Но теперь отполирован. И как бы сказал... Как сказал бы Бендер, мой блестящий зад блестит. Извините за тавтологию. Смотрите, как я скукуку желаю. Но это лишь оболочка, если бы в реальной жизни так. Так, ладно, оставим его здесь. В конце концов, это просто как змеиная кожа. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Это что было? Дружеский щелбан? Я не понял, что он сказал, но скажу это правильно Я не знаю, куда она делась Надеюсь, ее не так же, как меня оттолкнуло А вот он А вот он Похоже, это она меня пнула, когда двигалась сюда Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, господа, я думаю, самое время на этом остановиться Всем спасибо за просмотр и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok